Вы чувствуете, что нет силы? Если будет правильная траектория, будет намного больше силы. Основатель Макатакай карате, самый молодой в мире санцей 9-го дана и президент Мировой Ассоциации этого вида спорта Пауло Балафио уже второй раз посетил Одессу. Легендарный наставник провел мастер-класс для всех желающих, показал собственную методику подготовки и рассказал о специфике этого уникального вида карате. Макатакай был создан много лет назад, изучая, что мы называем эффективность. Мы изучаем это в способом научной, чтобы узнать, если традиция карате обнаружила в прошлом что-то, даже без знания, потому что мы не имеем нашу знания. Кроме того, Балафио прочитал лекции студентам Международного гуманитарного университета. В этом месяце в спорткомплексе МГУ на 8-й станции Большого фонтана прошел первый всеукраинский турнир по Макатакай карате, где проходил отбор на чемпионат Европы в Италии. По словам Пауло, в нашем городе отличные условия для подготовки сильных спортсменов и уникальное сочетание спортивной инфраструктуры на университетской базе. Вы счастливы, что это. Нам повезло, конечно. Потому что это не так common. Это не развитие обычного. Например, в Италии вы не можете найти. Это очень трудно. В остальном Европе, все в Норгородные страны, они имеют такие средства. И, как я вижу здесь, это круто. Вы можете быть рады. Хотелось бы отметить, что наш университет очень тесно сотрудничает с Федерацией Макатака и Карате. При поддержке народного депутата, президента Международного гуманитарного университета Академика Кивалова Сергея Васильевича, В университете создан центр боевой подготовки, где будущие специалисты в области права, а именно прокуроры, адвокаты, сотрудники правоохранительных органов уже получают элементарные навыки самообороны, оттачивают их в стенах международного гуманитарного университета и в будущие их специальностям это очень пригодится. В рамках визита Санцей обсудил перспективу проведения чемпионата Европы в Одессе с народным депутатом Украины и президентом Одесской юрокадемии и Международного гуманитарного университета Сергеем Киваловым. Я думаю, что это хорошее направление, я уверен, что наши студенты займут определенные места и будут чемпионами мира, чемпионами Европы, потому что уже есть молодежь, которым по 15 лет они уже мастера спорта учатся в нашем экономико-правовом колледже, учатся в Международном гуманитарном университете. Я считаю, что это событие в целом для нас хорошее, что такие известные люди, такие выдающиеся люди, как президент Федерации Макатакай, находятся здесь, в нашей стране. Я встретил очень умный, и я могу видеть глубокий и глубокий человек, очень умный и глубокий человек, и очень интересный о спорте и будущем, поэтому у меня есть отличный человек здесь. Павло сказал, что он встретился с очень поистине мудрым человеком, чувствуется глубина его, и то, что он очень озабочен и старается вносить вклад в развитие спорта. Это очень важно, так как без поддержки таких людей в нашем обществе, так же как и в Италии, так и в других европейских странах, это просто невозможно. В следующем месяце сразу несколько одесситов отправятся в составе сборной Украины на чемпионат Европы по Макатакай карате в Италию. Для наших спортсменов это будет первый международный турнир по этому виду спорта, но стремление к медалям и создание необходимых для подготовки условий повышают шансы наших каратистов на успех.